Всю неделю на территории городского округа Люберцы проходят мероприятия, посвященные присоединению Крыма к России. Важную историческую дату отмечают и в учреждениях культуры. В картинной галерее открылась тематическая фото-выставка информационного агентства ТАСС. Мои коллеги одними из первых посетили ее. На этих кадрах преображение Крыма после возвращения в родную гавань. Новые электростанции, природные заповедники, восстановленные исторические и культурные памятники архитектуры. Воспитанник 4-го лицея Егор Немов видел все это своими глазами. В прошлом году он вместе с родителями отдыхал на полуострове. Мне очень понравилось абсолютно все, начиная природой, заканчивая архитектурой данного места и достопримечательностями. Я увидел ласточкиное гнездо и плато и петры. Плато и петры мне особенно понравилось. Егор вместе со своими одноклассниками стал одним из первых посетителей фото-выставки российского информационного агентства ТАСС, которая посвящена восьмой годовщине присоединения Крыма к России. Экспозицию разместили в Люберецкой картинной галереи. Здесь же школьники выслушали историческую лекцию. 16 марта проходит референдум о статусе Крыма. Проходит голосование. Ребятам рассказали о событиях не только восьмилетней давности, но и подробно познакомили с историей Крыма, начиная с 12 века. Объяснили, как менялась судьба полуострова за последние столетия и почему жителям России важно знать об этих фактах. Интерес к истории сейчас очень велик. Очень много разной информации. Она очень разнообразная. Порой она достаточно недостоверна. Дети проходят историю в школе. Они должны это знать. Они должны это закреплять. И тем более нам вообще не безразлично наше историческое наследие, которое дети понесут с собой всю жизнь. Я узнала много о истории, как Крым присоединили. Я считаю, что это событие очень важно для нас, для нашей страны и для мира в целом. Свои знания дети закрепили патриотическим флешмобом. В конце встречи они выстроили в фойе картинной галереи надпись «Россия и Крым 8 лет вместе». К ребятам присоединился депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. Восемь лет мы вместе. Мы видим, как Крым развивается, как жители реагируют на то, что они восемь лет назад приняли такое важное, судьбоносное не только для Крыма, но и для всей России решение. Вкладываются деньги, ремонтируются все социальные объекты, инфраструктура очень серьезно восстанавливается, строятся новые дороги. Мероприятие, посвященное этой важной исторической дате, проходит по всему городскому округу. До 23 марта в муниципалитете запланировано около 200 встреч, акций и мастер-классов.